Правый руль Москва. Кейкары из Японии в наличии в Москве. Ссылка в описании. Добрый вечер всем. Давно мы с вами не виделись, давно не выходило видео. Заняты были машинками. Вот у нас приехали новые. Свеженькие машинки постарались привезти. Опять такой самый спрашиваемый вами, звонками, опросами, проверенные годами. Машинки все вот новенькие. Ну, начнем давайте с ЯКшечки. Аккуратненько и все. Маленький вот дефектик. Состояние. Вот эта машина уже помытая. Вот. На нее тоже будет делаться обзор. Все, эта машина уже подготовлена полностью. Сейчас вот ее смотрели. Вот. Здесь у нее стоит липучечка, зимняя резина на колпачках. Дефектик в машине вот такой. Небольшой. Нету зеркального было. Его визит затрал. Да, это вот. Автовоз нам помог. Здорово. Видите, что творится. Но не беда. Вот, пришло зеркало полностью. Также с подогревом все. Завтра буквально займусь ее установкой. Все. Абсолютно. Абсолютного зеркала. Вот. Будем ставить завтра. Подогрев. Все. Складывание. Все. Просто вкратце давайте вам покажем. Машиночка безупречно чистенько. Все аккуратненько. Все никакие петнышки. Ничего. Вот. Сейчас. Легким движением. Так. Здесь полный комплект. Данкрат. Компрессор. Все, да. Так. На нее отдельный обзор сделаем. Покажем. Ну, ну, да. Как бы, да. Опять нет. Здесь салон все чисто. Все как положено. Машинка вся чистая. Все аккуратная. Вот. Ни скуловки, ни царапин. Ни чаеку. Только что машину вот смотрели. Сидушки не отодвинули. Салфеточки. Ну, ладно. Беру потом. Кнопочка глонасса установлена. В подстаканнике все. Здесь все. Так. Ну, хит-продаж на сегодняшний день. Это мувы. Которые все спрашивают. Так. Ну, этот у нас, значит, 16-й год. Вся чистая. Вся безупречная. Ни скулов, ни царапин. Нигде ничего. Коврик постельный, чтобы не топтать. Здесь, значит, на ней. Так. Датчик полосы. Анти-юз. Ну, то есть, все-все. Печка, правда, на крутилках. А мультируль таков в плане спорт режима. Теперь что? Здесь тоже сзади вот. Все аккуратно. Все чисто. Осталось только буквально все вытереть. Тряпочкой протереть. И все, машинка вся готова. Вот. Тоже отдельно обзор будем делать их. Значит, два брата у нас, близнеца, приехали такие. Вот. Никаких, покажи вот зад, никаких дефектов нет. Ничего. Повторюсь, 16-й год. Резина стоит новое, летом. Покажи сзади резиночку прям. Ну, а у копости сюда понижу. Резина летняя новая. Вот. Мувик сзади партрониками. Все. Так, сейчас я могу перепутать. И этот мувик рядом стоит. Еще не мылся, не чистился, ничего. Только пришел вот. Тоже 16-й год. Тоже 16-й год. Датчики полосы, датчики сближения. Датчик удара. Да, датчики сближения. Здесь антиюз. То есть, ну, антиюз, вернее, само по себе. Вот. Но на этом еще задняя камера. Да. Вот на этом задней камеры нет. На этом нет задней камеры. Монитора есть, задней камеры нет. Парктроники здесь. И парктроники с задней камерой. Сегодня вот сняли две машины вот. А тот, мув, пришел у нас четыре дня назад. И вот, да, вчера пришли эти две машинки вот. Вот. Здесь тоже все чисто. Таможня вообще. Где у нас тут таможня-то? Таможня. Таможня, таможня, таможня. Господи, я только что видел ее. Девятое, ноль четвертое. Вообще свежая таможня прям. Вот. Без дефектов, без ничего. Без царапин, без сколов, без ничего. Тоже 16-й год. Пробег маленький. Резина стоит. Нулевая передняя. Ох, блин. Нулевая летняя резина. Он, да, тоже без пятен, без ничего. Экран, монитор. Все датчики. Но это мой любимиц пришел 15-го года. Вагон Air. Вот. Вот отправлено на Сладивосток у нас. Красавец такой, что в плане того, что с новым двигателем. Более улучшенная версия двигателя. Вот. Пойдем покажем там. Значит, новая, вообще новая летняя резина. Тоже будет мыться. Вот две машинки вот эти. Будут мыться, чиститься. Видите, какое отличие. Тут мух. Стеклышки уже прозрачные. Все чистенькие. А этот еще немножко засеренный. Что касаемо вагона Air. Комплектация, вы знаете, очень интересная. Стоит бодренько вообще. Пыльный себе, просто зараза, пришел. Пойдемте покажем. Ну, начнем с того. Сейчас, секунду. Начнем с того, что темный салон. Вы всегда просили темный салон. Темный салон пришел. Темные дверные карты. Темные дверные карты. Дверная вставка. Матерчатая тоже темная. Темные сетки. Темный салон. Значит, лифт сидения. Вверх-вниз. Вот. Тоже, значит, эта машинка отдаст на химчистку. И вот в два муфа вот эта будет чистить, смыться. После сниматься. Так, подстаканнички. Ну, все, по-моему, само по себе. Очень хорошая вещь. Самая главная. Ай-стоп. Датчик анти-юз. Датчик удара. Движение. И подогрев сидения. Я повторяюсь, очень многие меня спрашивали. Подогрев сидений будет, не будет. Есть. Стоит японская магнитола. Довольно-таки очень хорошо работает. Пробег у машины реальный. Все реальное. Так что. Климат. Климат. Ну, климат, да. Вагон, наверное, всех климат. Ну, вот. Ну, не всех, конечно. Я ничего про них говорю. Вот. Без дефектов, без ничего. Так, есть еще. Нет дефектов есть. Набрал я. Ну, здесь все как обычно. На нее, когда будет делаться обзор. Ковры ладарные, все родные. Будет делаться обзор. Вы все увидите. По аукционнику. Тычка. Покажи ее. Эту тычку. Она есть. Так, как бы ее показать. Хорошо. Может быть, видите вот эту тычечку. Вот она, маленькая тычечка. С горошинку такая. Вот, тычечка. Все. А, нет. Набрал. Вот, покажи еще внизу бампери. Ну, это вот эта вот вещь. Вот, опусти, вот на бампере. Вот. 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 Царапка. Я красочкой ее подзабью. Так что все будет аккуратно. Дефектов больше нету. Вот. Сзади, пожалуйста. Все идеально. Дверочки закрываются просто. Вообще. Шикарненько. Здесь все просто, все как обычно. Потолочек чистенький, да все. Ну, я еще раз повторюсь, я говорю, машина помоется, все очистится, все отхимчистится. Тогда уже будет сделан обзор отдельно. Так что желающие... Если успеть. Если успеть, да, желающие, кто хотели вагон R, вагон R на месте. Ну, вот, посмотрите, как красиво смотрится. А наклеечки нету. А наклеечки нету. Правый руль Москва. Ну, а это кастом. В бандите. В бандите, как я вам обещал. Вы же все говорите, когда придет кастом в бандите. Вот он, кастом. По сегодняшним деньгам. За бандитом в багажнике. Японским. Да, японским. Да. Вот про эту машину можно говорить бесконечно. Давайте вкратце просто обойдем, посмотрим ее. Что мы сделали. Эта Мирка, да не просто Мирка. Как называется? Я забыл, как называется. Ихатсумира. Да, Ихатсумира. Вообще, офигеть уже. Все совсем кукуя. Вот. Поставили диски. Поставили диски. Чума, они идут ей. Поставили абсолютно новую японскую резину. Вообще, новую японскую резину. Зима водная. Пойдем. Водная. Водная. Водяная. Водная. Или водно-водяная. Водяная-водная. Зима. Ничего. Она же мягкая. Ну, она мягкая, да. Она шикарная, мягкая резина вообще. Немножко изменили ей зуб в звук выхлопной. Она стала такая более злея и такая интересная. Состояние этой машины. Ну, я еще дальше расскажу. Вот таких машин пришло три штуки. Три штуки. Почему? А потому что это по сегодняшнему бюджету. Это дальше. Это все потом дальше. Вот такой вот у нее прекраснейший вид. Прекраснейший. Вот. Что мне добавили? Посмотрите, багажный отсек. Состояние этой машины. Вот даже замочек. Вы понимаете, как закрывается? Это чума. Смотрите. Это, я не знаю, я вот, ну, мы много видим машин, но чтобы вот в таком состоянии. Это чума. Запаска полноценная. Как вы все любите. Состояние, как я говорю, девственное. Так. Пойдем, покажу. Вот, покажи себе то, что у нас любят смотреть на петли. Каждый приезжает и смотрит почему-то петли. Я не могу никак понять. Люди, наверное, может быть, петли покупают. Ну, не принципиально. Ладно, ради бога, смотрите, нравится. Была замена или не было? А, да-да-да-да-да-да. Эксперты же у нас приезжают. Там это автоподбор. Здесь все в безупречном состоянии. Вы посмотрите на петли. Петли вообще все абсолютно. Покажи, вот, просто вообще вот. Ну, офигеть. Стоит магнитола японская. Ну, да, да, читает она до 92. Да, читает до 92. Но зато она читает прекрасно. Частоту волн. Вот. Пойдем на ту сторону. Не, 92. 92, да. Вот. Две подушечки безопасности тоже. На нее будет делаться обзорчик. На нее будет делаться обзорчик отдельно. Эта машина. То, что мы сейчас можем все себе позволить. Все себе можем позволить. Вот. Пришло, еще раз повторюсь, у нас таких три машины. Три. Три штуки. Стеклоподъемники. Блокировка дверей. Электроруль, конституционер. Вот. Руль обшил. Руль. Видите, я обшил руль кожей. Вот. Есть видео, подтверждающее о том, что вы сейчас начнете говорить. А, руль затертый там. Просто для себя вот взяли эту машину. Смысл в том, что, чтобы вы вживую видели, насколько они живучие. Двигатели, а насколько живучие. Насколько коробки живут. Чтобы вы видели свои машины на нашем примере. То есть мы хотим вам показать, какие ресурсы, сколько у нее пробег. Какие замены мы делаем. Как часть это делаем. Фильт раз заменили. Что заменили. Будем все показывать на примере этой машины. Что будет меняться. Мы хотим на нее немножко добавить. Вот. Подлокотничка не хватает. Не хватает там чехольчиков небольших аккурат. Немножко будем ее потом... Облагородить? Облагородить, да. Потихонечку будем делать. Ничего лишнего колхозить не будем. Просто будем делать все в элегантном таком состоянии. Покажи зад. Звук такой у нее. Страфончик. Такой звучок я сделали. Смотрите, даже подсветка. Подсветка задняя синяя стоит. Световой. Так что японец еще манулся над ней. Пойдемте. Пойдем покажем. Опускай дверь не закрыта. Посмотрите, какой изящный красивый белый цвет. Вот сюда в стороночку отойди. Офигеть лампы. Я не знаю, что это такое. Но там колбы такие стоят. Вот отойди перед багажей. Просто огонек. Вот это огонек. Вот такой-то у нее вид. Команки интересные. Ну, ходовые. Ходовые, да. Ну, вообще, очень-очень-очень мило смотрится. Такой злобный звук у нее. Вот сейчас даже вам немножко покажу. На, подержи микрофон. Каждый раз бюджет попробуй. Ну, здесь все, как всегда. Все в идеале. Водичка еще-очень-очень-очень. А, да. Вот тут я, конечно, больной. Топленное. А, топленное. А, да, вот еще вода осталась до сих пор. Смотрите. Топленное-топленное. Вы посмотрите, коробочка. Все в таком состоянии. Хомутики. Все, абсолютно все вообще. Все в таком состоянии, чтобы просто обалдеть. Теперь. Также ее поднимем вам. Покажем полностью ее снизу. Со всего. Чтобы вы видели, в каком состоянии машина. Что еще сделали? Блин, аж пышет сюда. Потрогай как. Вот так. Не страшно? Бум! Гаврилит. Дефлекторочки. Смотрите. Мера. Изящная. Все сделано изящной капелькой. Все аккуратненько. Давай сейчас заглушим. Задний стекло калирует. Да, наглохо. Вообще, нет. Снутри видно прекрасно. Изнутри. А отсюда ни сзади ничего не видно вообще. Также на ней сделается обзорчик. Посмотрите все ее. Еще раз повторюсь. Таких машинок три штуки. Желаешь приобрести? Пока. Пока. Цена. Всегда звоните. Все узнаете по телефону. Приедете. Пробег. Вот эту машинку мы себе взяли. Пробег почти 100 тысяч. Себе мы ее взяли. Почти 100 тысяч. Так что имейте в виду. А то многие скажут. А они себе там. Да. Вот вы мне напомнили, кстати. По поводу всяких иллюзий и звонков. Пожалуйста, выкиньте с головы вот эти все фантазии. Машины 19-го года, 20-го года, 22-го года. Выкиньте с головы иллюзии машины с пробегом 20, 14, 17. Заказывайте. Пусть вам везут. Где угодно, кто угодно. 19-го года с пробегом 14 тысяч. Состоимся 410 тысяч. Ради Бога. Это не мы. Это не к нам. Я вам просто могу сказать вот все что угодно. Но я не сказочник. Я не волшебник. И такие машины я не смогу сделать. Тем более, за такие деньги. Их можно привезти. И появляются они здесь. Но их раз, два. Либо они стоят под миллион 700-800 тысяч. Либо они очень-очень сильно битые и топленные. И еще раз. Ну, говорю это уже вам, наверное, сотый раз. Перестаньте звонить с такими непонятными какие-то предложениями. Ну, просто непонятными. Нужно понимать, что это не какое-то предложение. Просто люди не понимают. Люди не понимают. Нет опыта. Как бы... Нет, мне просто всегда интересна такая одна вещь. Вот большая часть людей, да, берут машины, ну, европейского, да, скажем, производителя. Берут с пробегом 150 тысяч, 200 тысяч. Ой, это что, это нормально. А почему вы считаете, что японская машина 5 лет где-то у кого-то в гараже стояла? Хорошо, пусть не 5 лет. Пускай даже 2 года. Но я купил в 18-м году. Купил. И 2 года она стояла. У нее пробег должен быть 7 тысяч. Вы вот в это сами, вот честно, вот так немножко сядьте, почешите голову. Вы в это сами верите, что такое может быть? И чтобы машина потом внезапно стоила почему-то 420 тысяч. Вот почему-то раз, и она стоит в 3 раза дешевле, чем она должна стоить. Ну, это же ерунда. Нет, вопрос. А где ты видел европейскую машину, даже, скажем, от 15-го года с пробегом 150? Она доживает? Да, конечно. В такси. В такси. Возьми тоже Шкоду, там, Солярис, да. Они прям наматывают на раз-два. Шкоды Рапиды, да. Они наматывают, накатывают, конечно, моментально. За годом у них пробеги такие прям четко. Это все машины, то есть отжат. Вот, пожалуйста, к машине год. Год. Ну, поэтому люди делают такой вывод, что вот... Ну, конечно, ее чипуют, останавливают, сматывают, все что угодно делают. Да, конечно. А как бы, ну, человек, не знающий, вот он смотрит, допустим, на эту самую, там, ну, не знаю, Шкоду Рапид. Вот на ней там 150, на ней живого места нет, масла нет. Не об этом разговор. Ну, и как бы, вот, допустим, смотрит на эту машину, ему говорят, вот 100 тысяч. И он смотрит адекватно на продавца, говорит, ты, как бы, ну, вообще здоровый человек, нет. Даже европейская машина с пробегом 100 тысяч, она уже неровная. Потому что не может она стоить таких денег с пробегом 100 тысяч, она должна стоить, если пробег маленький, она должна стоить, она дорого. Понимаете, вот и все дорого. Но человек, когда смотрит на европейца с пробегом 150, он знает, что это говно, и он прав, что это говно. И все равно ее берет, что ли? Не, ну, как бы, и он, поэтому человек звонит и говорит, я не хочу машину себе со 100 тысячами пробега. Мне нужно, допустим, те самые злополучные 20 там или 10, но он просто не знает, что такого не бывает. Не, 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 суть-то не в этом. Ему надо злополучные 10-20 тысяч по стоимости, как полшкода Рапид. Ну, это все понятно. Ну, а в чем тогда дело? Вот почему люди смотрят на пробег в 100 тысяч, что это, как бы, кусок говна. Вот, просто люди не знают, каков ресурс. И на словах ты это не объяснишь. А вот поэтому мы и взяли эту мелкую машину показать. Вот эти двигатели, которые стоят в основном на всех ливеных долях кейкаров. Какая ходовка, ходливость у этого двигателя. Что вы вживую увидели, мы покажем вам, когда на обзоре эта машина будет, мы покажем, какой пробег у него, этот двигатель, сколько она будет ходить, что с ней будет делаться, какие ремонты, какие обслуживания все будет производиться. Мы все будем показывать, все будем говорить. Ну, это понятно. Но, как бы, что мы, 5 лет будем показывать, чтобы потом человек понял, что как бы... Нет, мы 5 лет не будем показывать, мы просто хотим сказать. А, вот, давайте мне миру 2014 года... Так вот, сейчас так и получается. Нам звонят те люди, которые звонили полгода назад, год назад. У нас есть 30-50 тысяч, мы готовы уже купить. Мы созрели. Все. Время ушло. Вот в том-то вся и суть. Так что, просто, машины, машины с 20 тысячами ровные по стоимости от 400 до 450 тысяч сюда не придут. Никогда. Вот это я могу вам сказать точно. Я не могу сказать вам про «Шкоду Рапид», я не могу сказать вам про «Солярис», не знаю, честно, я не в воде ситуации. Но вот это выкиньте с головы и звоните с подобными вопросами, говорите, вот как так. Вот, ваш критерий к покупке машины. Ну, пробег не больше 30 тысяч. Хорошо. Желательно «Кастом», желательно «Бандит», а желательно все вместе взятое. В максимальной комплектации, ну, говоришь, ну, 16-й год для меня староват. 17-й, 18-й, уж куда бы да не шло. Ну, это правда. Понимаете, я не ерничаю, я говорю правду. 17-й год староват. Хотя бы 18-й. Тоже понимаю, почему бы нет. А почему нет? И 19-й можно, ради бога, пожалуйста. Извините, пожалуйста, за нескромный вопрос. Ваш бюджет 450. Вот в чем вы скромны, так это в своем бюджете. В любых вопросах вы очень нескромный человек, но в бюджете вы очень скромный человек. Теперь, второй вопрос. Что касаемо ТО. Убедительная ко всем просьба. Вот лично я, да, вот просто вас всех прошу. Не надо мне звонить ночью, полночью, в час, два, в три с просьбой сделать ТО. Я стою на МКАДе, у меня стерлись колодки. Я готов их заменить. Вы хоть чуть-чуть думайте. Вот, допустим, вы идете в душ, вы берете полотенце, вы знаете, что вам пригодится. Вы идете в магазин, вы берете пакет. Куда-то, ну, вы заранее планируете свой поход. Вы также планируете на машине какой-то плановой ТО. А не надо мне звонить колодки, меня надо менять когда? Уже вчера надо было. Это не склад готовой продукции, запчастей на кейкары. Нам все равно нужно время 2-3. Каждая машина индивидуальна. Каждая машина по годам меняема. Я просто прошу, чтобы вы хотя бы дали мне какой-то тайм-аут размер времени 2-3 дня. Где-то что-то проблема, а бывает и 7 дней. Вот сейчас у нас заказали тормозные диски. Их нету, нужны только оригиналы. Это 7-10 дней. И у меня нету своего маленького самолета, чтобы слетать в Японии при всем колодке и прямо через час вам их поставить. Потому что вам срочно надо ехать на дачу. У меня нет такой возможности. Планируйте заранее свое ТО. За 10 дней, за 2 недели. Позвоните, скажите, я хочу, я планирую провести у вас ТО заранее. Все как-то так. Всегда милости просим. Приезжайте. И самое главное, всем оставаться на плаву. Всем оставаться здоровым, на позитиве, улыбаться. Не злиться. И так сейчас жизнь невеселая. И вам всем не болеть. Как можно больше здоровья. Побольше работы вам всем. Все, наверное, отдохнули. Посидели дома. А теперь надо поработать. Ну, как-то так. Теперь на все эти машинки, еще раз повторюсь, будут делаться обзоры. Вот, значит, еще раз. Какой год у нас с мира? 14. 14 год. Таких 3 штуки машины. Вагон-Р с приклассными комплектациями, допами. С хорошей комплектацией, вернее, со всеми практически датчиками. 15 год. Два МОВа. 16-е года. Отличия. Задняя камера есть, задней камеры нет. ЭКО. Парктроники, паркруту, по кругу. Сенсорный климат-контроль. 15-й год. МОВа 16-й. Вагон-Р 15-й, 14-й. Все. До новых встреч. Надеюсь, вы не забыли нас. Ставьте лайки как можно больше. Пишите. Не забывайте писать. Не забывайте, потому что вы стали все меньше и меньше и меньше комментировать нас, обсуждать нас. Так что ждем ваших комментариев. Только ваши комментарии влияют на то, о чем будет речь идти в следующем видео. Совершенно верно. Совершенно верно. Только так и не иначе.